здравствуйте друзья меня зовут александр смолин сегодня у нас день сурка осмотр квартиры в новостройке приступаем как театр начинается с вешалки так и квартиры начинается с входной двери глазка нет но это не беда ведь в общем-то китайская дешевая дверь открывается как у кости да со страшным скрипом башмаки со страшным скрипом башмаки заходим в квартиру смотрим что же такое с дверью у нас или надо ее трет ну что же осматриваем да что первое бросается в глаза установлена дверь и после этого сделана стяжка пола получилось так что двери они же значительно ниже основного чернового пола я думаю люди по-любому будут менять эту дверь так что проблем не возникнет хорошая входная дверь это не только внешний вид но и хорошая шумоизоляция коль скоро рядом двери соседей а коляски двери лифты открывающийся закрывающийся мусоропровод многоквартирных домах хорошая звукоизоляция входной двери поверьте мне занимает немало важное место дальше ну сразу осмотрим нашу прихожую что бросается в глаза прихожая стояк горячего водоснабжения труба стояка холодного водоснабжения трубы оцинкованные сварка покрашена место сварки два участка сварочных работ производимых не покрашены кто тут еще когда производились сварочные работы прожгли сваркой трубы канализации беда далее что еще здесь приварены болты но проводов нет к этим болтам как правило крепится провода заземления подсоединяются проводов нет заглянем за трубу отопление что и там вижу за трубу канализации здесь у меня проваливает о там пустота дырка пусто к соседям но может быть не совсем к соседям но все равно неприятно случайно даже если в процессе ремонта пролили воду попадет туда вода что не есть хорошо это что касается данного участка потом труба стояка холодной воды без термоизоляции для чего она нужна чтобы труба не отпотевала но прихожей скажем так как в данном случае это не очень существенно это важно для влажных помещений как то туалет ванна трубу изолировать того чтобы она не не образовывался конденсат очень просто термоизоляционная трубка которая по прорези разрывается и одевается на нашу трубу таким образом и аккуратно плотно скотчем специальным прижимается главное обратить внимание чтобы внутренний диаметр термоизоляционной трубки равнялся наружному диаметру трубы на которую мы одеваем термоизоляционную трубку хочу образуется конденсат это граница теплого воздуха и холодной трубы на трубе образуется роса а если еще помещение влажное то постоянно течет но на этом не будем акцентировать внимание это отдельная тема для разговора почему случаев там много почему может образовываться влага на трубах ну вот по идее строители должны были это все дело сделать как-то сварочные швы хорошенько их зачистить и прокрасить и одеть термоизолирующую трубку на трубу стояка холодного водоснабжения ну естественно косяк большой повреждена конденсационная труба далее проходим на кухню пол непонятным образом этот участок залит какие-то ямы здесь что-то подливали потом но это не страшно все поправимо конденсационная труба под мойку выведена предназначена неважно что тут будет подключаться посудомоечная машина стиральная машина мойка что я сразу даже без уровня вижу что труба имеет наклон в обратную сторону в принципе проблема невеликая это легко разделать участок гипсокартона выставить трубу в нужном положении с новую зафиксировать на 5 пикета и и время и день уйдут на это заглушек нет пробок да на трубу дом еще пустой там одна квартира только 16 этажном доме одна квартира в этом подъезде только заселена насколько я обратил внимание подходя к дому эта квартира еще не ввода на люди еще думают покупать и покупать раскупать квартиры будут быстро начнут делать ремонт сливать воду запахи заглушек нет опять-таки надо бежать в магазин покупать ставить заглушку что еще бросается в глаза проверяем как работают створки да конечно окна металлопластиковые не самые удачные требуется регулировка все болтается открывая створку окна декоративная накладка петли упирается в откос закрывается тоже с большим скрипом дальше что у нас с откосами смотрим штукатурка стена кирпич есть кирпичная кладка штукатурка верхняя часть откоса гипсокартон сразу обращаем внимание горизонтальная часть аркоса выполнена из гипсокартона стыкуется с вертикальной частью откоса за штукатурами трещины никаким армирующим материалом не проклеена так зашпаклевана боках трещина думаю это придется все переделывать хозяевом потенциальным покупателем что касается потолка этот потолок так солито все очень много швов потолок неровный здесь даже нет смысла брать правила здесь только два варианта и натяжной потолок в один уровень или в несколько уровней и без гипсокартона придумывать конструкцию желаемого дизайна для кухни трубы отопления прокрашены так себе сказать лишь бы было покрашено как-то стены зашпаклеваны зачищены только частично электрика розетки поставлены тоже непонятно как вроде три но не вместе но как правило люди в новостройках электрику переделывают под ту технику которая будет находиться на кухне потребуется может дополнительные розетки может и перенос так что на этом не будем акцентировать внимание стена посмотрим как выполнена стена сначала посмотрим снаружи швы стыки вроде бы как за день пройденным армирующим материалом виде серпянки фиген фюлером заделана посмотрим поближе что мы имеем все это волнами пустоты под серпянкой находится а что у нас со стеной угол так интересно у нас со стеной в общем этот скажем так перегородка просто перегородка стеной назвать это сложно строители на чем сэкономили почему так произошло во первых профиль самый дешевый тонкая сталь на мой взгляд более жесткая конструкция перегородки будет если стоечные профили располагать не через 60 сантиметров а через 40 сантиметров вот ну по-любому это перегородку надо или укреплять любым доступным способом один из них это не расшивая ничего второй слой гипсокартона положить причем со смещением швов чтобы швы были смещены относительно существующих или вообще произвести полный демонтаж выложить допустим я встречал такое из газобетонных блоков сделать стену это и быстро и более надежно или усиливать всю эту конструкцию в одном из прошлых роликов я показывал что стена также качается только там беда была в том что хозяева квартиры определили что стена качается уже после того как ремонтная бригада в смежном помещении выполнена ремонт помещение вот причем не сказала ничего хозяин что такая беда что будем делать пойдем дальше смотреть что у нас в этой квартире но видно что саморезы частичные не докручены гипсокартон с профилем сюда я даже рукой легко нажимаю все уходит когда но вот здесь хорошо очень наглядно видно дверной проем саморез вроде вкручен да не держится такая вот конструкция некачественно выполнен монтаж перегородок из гипсокартона закладные брусья вставлены для монтажа двери пройдем до электрика надо проверить электрику у нас что мы здесь видим патрон только да и двухклавишный выключатель хочу обратить внимание на такой важный аспект коль скоро часто с этим приходится сталкиваться выключатели сейчас у меня выключен беру индикатор отвертку индикатор не проверяем что мы фаза присутствует на одном из проводов фаза присутствует как не включая выключатель включаешь его выключаешь фаза постоянно здесь присутствует жестких требований конечно нет но правило хорошего тона ну скажем так на море да есть такой термин хорошая морская практика что это такое это какие-то требования выполнения каких-то условий которые не описаны ни в каком законе что значит постоянное присутствие фаза на одном из на фазном проводе в дальнем случае почему-то синего цвета коснить что что-то там будем делать смешать люстру и прочее нам придется полностью обесточить этот участок пойдем посмотрим что у нас на щитке смотрим на наш электрощиток электроосвещение то есть мы одним автоматом отключаем освещение во всей квартире абсолютно то есть косник произвести какие-то электромонтажные работы с люстрой нам придется отключить освещение во всей квартире что у нас вся квартира представляет прихожая одна комната вторая комната третья комната кухня ванна туалет очень неудобно в процессе ремонта в принципе это все грамотный электрик может переделать в распаячных коробках произвести перекоммутацию проводов согласитесь так удобнее когда выключил выключатели можно безопасно производить какие-то электромонтажные работы так с кухни вроде бы мы закончили пойдем дальше в прихожую мы осмотрели переходим в зал зал что мы имеем то же самое качающиеся хлипкие перегородки сюда предусматривается проем для двери распашонки далее что здесь у нас участок стены или бетон или кирпич штукатурены рядом продолжение стены гипсокартон и что мы видим большой перепад плоскости такой перепад будет и на 8 9 миллиметров у нас участок стены из гипсокартона смещен в сторону прихожей от этой стены пройдены серпянкой штукатуркой натянута естественно со временем это здесь будет сто процентов трещина предстоит некоторые вложения финансовые для того чтобы все это поправить закладные присутствуют брусья стоящие профиля для монтажа двери уголок поклеим это колонна весь дом на колоннах то же самое примыкание гип-рока в бетонной колонне ничем не пройдены кроме как штукатурки где уже пошла трещины ну вот стена так же качается это мы в смежное помещение вошли с кухни вот она наша стена пузыри под серпянкой здесь это все надо переклеивать все наши армирующие элементы да с этой стеной придется поработать двери окна требуется в лучшем случае регулировка здесь даже трет и уже поврежден пластик чтобы чтобы закрыть приходится подпирать ногой подоконник подоконник уже поцарапан плюс монтаж подоконника произведен без снятия защитные пленки теперь эту пленку как-то аккуратно надо прорезать лезвим пытаться ее оттуда достать скажем так не хорошо поступили монтажники подоконника та же самая история с откосами трещины с этой стороны даже что-то выловано саморез какой-то непонятно торчит пол залит более-менее с электрикой здесь та же самая песня как выключать не выключай фаза как присутствовала на одном из проводов так и присутствует а как я уже говорил несколько ранее автомат у нас один общий на все помещения автомат освещения пройдем дальше это у нас ванна запахи стоят какие-то непонятные что мы видим уже на полу будем выяснять откуда она идет гипрок влагостойкий но уже весь взмок что мы здесь видим выходят из стены две трубы сварка защищены конечно как а бы как сварочные швы не прокрашены зачем-то обрезки труб накручены вероятно это к полотенцесушителю все пойдет хотя квартиру же выставлены на продажу работа не выполнена до конца стены что мы имеем покачивается наша стена это все-таки ванная будет обкладываться плиткой здесь маленький короткий участок а вот этот участок в общем-то не смущает что здесь будет что что здесь будет находиться если будут находиться и сюда выкладывать плитку такую стену какое-то время до она будет держаться вентиляция вентиляцию проверяется значит берем листочек бумажки зажигалку пламя практически не отклоняется очень слабая вентиляция нет дым идет туда но вентиляция не самое учитывая что через эту вент решетку должен уходить воздух не только из этого помещения вытягивать еще из ванны вентиляции здесь придется еще поработать насчет вентиляции в аналогичном доме год или два назад столкнуться с ситуацией в процессе ремонта вода из вентиляционной системы полилась на пол во время дождя пришлось вызывать управляющую компанию разбирались слава богу нашли причину сюрпризов можно ожидать не знаешь откуда так проходим в туалет что здесь мы наблюдаем прежде всего смотрим откуда у нас в ванне вода в ванне вода все понятно стоит тройник которому будет подключаться унитаз в этот тройник вставлены отводы для слива воды из ванны видно там трубу не поставили заглушки нет кто-то наверху сливает воду уклона труп нет нужного и вся вода течет сверху надо будет сказать сегодня кому следует об этом косяки иначе здесь будет совсем беда что мы здесь видим труба стояка холодного водоснабжения труба стояка горячего водоснабжения сварочные швы не прокрашены в четырех местах вот здесь вот заземление провод заземления приключен в прихожей нет тоже сварочные швы болтов этих не прокрашены также на трубу стояка холодного водоснабжения не одета термо визоляционная труба стояк канализации вроде без повреждений как в прихожей вентиляция здесь очень просто сделано из ванны маленькая винта решетка приходит в туалет и из туалета уже идет вентканал вся вентиляция боюсь что это будет очень влажное помещение вентиляции здесь очень-то слабенькая коль скоро запахи так не уходит со стенами так это смежная стена с ванной комнатой эта стена эта стена у нас смешная с кухней представляете вот так она качается тут обращаем внимание даже забыли зашить гипсокартоном вот у нас не может быть что там даже если там профиль стоит то так он и закреплен если все это качается что-то забыли строители закрепить какой-то профиль стоечный один из стоечных профилей коль скоро все это вместе качается но предпоследнее помещение и по спальне какой-то будет да рядом с туалетом судя по всему проверим как залит по уровню вроде нормально но середина у нас провал тарелочки все но это не беда но все равно потребует некоторых вложений далее что мы видим смежная стена за этой стены туалет находится откуда мы только пришли стена на липко требует укрепления работ дополнительных опять-таки серпянка с пустотами приклеены это будет трещины все далее что мы видим колонна гипсокартон миллиметров 8 гипсокартон утоплен относительно колонна такая вот ступенька здесь сам бог велел эту стену наращивать еще штукатурка же все это натягивать второй слой гипсокартона так самый простой вариант так здесь уже следы от протяжки воды на стене это вероятно из туалета подоконник но опять-таки подоконник установлен вместе защитной пленкой под раму окна также местами поцарапан подоконник под подоконника все заделано сейчас мы не можем определить наличие плесени пока ничего нет будем надеяться что качественно произведен монтаж подоконника смотрим как под отливами там все пустота под отливами у нас вопрос попадания влаги со временем перегородка из гипсокартона но я думаю так вообще во всем доме такая песня вещение здесь та же самая беда выключается фазный провод не перерывает постоянно присутствует фаза на одном из проводов что создает некоторые неудобства иногда и большие неудобства и последнее помещение стена смешная с ванной тоже хлипкая стык гипсокартона с бетонной стеной никакого армирующего материала нет уже трещина ноги проб здесь прикручены так вероятно во всей квартире просто от профиля хотя саморезы вроде присутствует и профиль хлипкий жидкий тонкий кухня за этой перегородкой находится все понятно здесь все то же самое терзают мне смутные сомнения по поводу достаточной шумоизоляции мало кому понравится наличие квартире вот таких вот стен придется что-то переделывать как говорится предупрежден значит вооружен когда человек становится счастливым обладателем квартиры чтобы это чувство радости и счастья ничем не мрачалась лучше заранее знать что вас ожидает впереди потолки везде одинаковые здесь вариантов немного или натяжной или сгиб с картоном что-либо какую конструкцию потому что целиком все это штукатурить натягивать ровнять это очень трудоемкая работа и не факт что не пойдет трещины из опыта из опыта работа в подобных домах через год через два трещины идут не только по потолку они переходят с потолка на стене двое такое так подоконник смотрим что ну все то же самое по стандартной схеме подоконник установлен без снятия защитные пленки более эта пленка защитный уходит не только под окно еще под под откосы трубы прокрашены только с той стороны куда довязала кисточка с обратной стороны трубы не везде прокрашены ну теперь есть что рассказать потенциальным покупателям к чему готовиться какие варианты по доделки и переделки есть и уже из этого исходя из этого можно составить небольшую смету расходов как всегда с вами был александр сложно спасибо за внимание я надеюсь день шутка прошел недаром всего доброго до новых встреч